Друзья, привет! Вот мы приехали в пещерку. Нашел такой водопадик и решил к нему подойти. По дороге нашел такой актепакт. Мостик через речку. Ну и все, и мы начинаем свой путь. Вот посмотрите огрызки стен. Там вдалеке и здесь аналогичная. Вот видно древняя кладка, кладушка. Прямо такая загадочная. Честно, что за раствор, да, такой? Добрый день! Меня зовут Виталия Тарасович. Все готовят деньги. Чайнички. Для чего чайнички? Пить надо? Интересно. С водой. Видно, чтобы согреться. Туристам, детям как-то греют чай. Орехи? Орехи! Так это дешевые или нет? Это орехи лесные, это лещина. Есть такие, да. Они вон, они небольшие. Видишь, какие? Офигеть. Ну так не видно на камеру, ну круто. Ну все, Уляночка, пойдем. Будешь освещать мне пещеру сегодня. Пещеру будешь освещать. Окей, светимся. Вот мы подошли к началу. Что, давайте я поставил видеофото, а нас фотоит, короче, в какой-то момент. Самый маленький размер у нас 41-й. Уровень воды не позволяет. Так, это 46-й. Вы находитесь в пещере имени Абрыске. Село вот так, в 8-м Чирского района. В северо-восточной части Абхазии. У подножия Панайского хребта. На дробное море здесь 300 метров. Абрыске это был легендарный герой Абхазского народа. Он отнимал богатых, отдавал бедных. Из-за ее дерзость к богатым людям, они поймали ее только через голодуню Шану. И завели в глубь эти пещеры и приковали ее живем. На огромном стологнате. В конце нашего маршрута вы увидите, где он был приколан. У Абрыскела был Араш. Это суперконфилаты. Он мог прыгнуть от моря до горы, с горы до моря. Абрыскела убили две девушки. Одной звали Гунда, другую звали Шану. А он выбрал Гунду. Тогда Шана разозлилась, превратилась в колдунью Шана. Из-за этого он называет колдунья Шана. Она очень долго ждала Абрыскела. А все, что он к ней повернется. Нет, он никак не повернулся. Она еще больше разозлилась. Начала мстить Абрыскела. Заколдовала всех зверей, живущих в то время в этой пещере, друзья Абрыскела. Встречая толстых богатых людей около входа. И вот она рассказала все тайны Абрыскела, когда он залетает и вылетает со своей красавицы. Они подкараулили, поймали вместе со своим маршрум и привязали их в одном и том же зале. То, что я вам говорю, все фигуры увидите на его. Одна из наилучших пещер мира Эбхазии. Это просто сказочная пещера. Вы это увидите своими молодыми глазками. Мы с вами пройдем на расстоянии 800 метров 4 зала. С юморами, с легендами, со своими историями. Температура воды и воздуха внутри пещеры плюс 12-14 градусов. Так что вы не замерозите. Зайдя в нашу пещеру, вы получите отличное настроение и зверский аппетит. Все он обещает. Вот мы мандаринами и затарили. Кое-где с низкой местной оберегите голову. Где-то что-то капает, но вы не сахарные, не расстаетесь. Кещера была открыта 300 лет тому назад местным аборигеном по фамилии Адли. Его звали Можак. Здесь был дремучий лес, вон от отца, где он начал жить недалеко. Однажды он потерял в дремучем лесу свою телку и нашел эту пещеру. Не двухногую телку, а четырехногую. И люди начали создать свои легенды. Кое-что я свой добавил. Главные роли до конца нашего маршрута в этой легенде играет. Абрискил, ее возлюбленная красавица Гунди, сама колдунья Шана. Речь всю дорогу пойдет о них. Их лишь идти, обидти, приключения, попещения и так далее. А теперь, ребята, с Богом будем двигаться в подземное царство Абрского. Они капаются. Обрасываются свежие. Новые. Вот она капелька. Видите, как долго стекает? А там быстрее. Я сам буду показывать красавица. Панается, смотри, не панается. Там же пойдем. Офигеть, мы просто идем бродом. В таких пещерах я еще не был. Да. Офигеть, мы начинаем экскурсию с этой точки. Я вам хочу рассказать много людей. Поговорим за вами. Да. 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 Некоторые красавицы, тайно от колдуни, им подарили, крестяли корову. Потому что здесь жизнь происходила. Корова пасла сверху, и она тайно от колдуни кормила их молочком. Своими титками и вими. Сейчас вы увидите корове тити и корове вими. Подойдите сюда. Снимательно посмотрите. Над вами висит корове тити и корове вими. Они пили честерную корову, получали молочко. Ребята, она очень вкусненькая пищера и молочка. Можете попробовать. Даже у них была коза. Одна титковая. Поэмель и пырна. Смотрите. Упырник до сих пор полный молочком. Козье молочко еще лучше. Вот с такими юморами мы пройдем до конца нашего молочка. Неманя Эльберт. Я же прям попробую это хотела. Неманя Эльберт. Пока первые красавицы охотнички подбирали медвежонку. Что везде с мужчиной. А как увидела колдунья. Она на злоях заколдовала. Через метров пять. Вы увидите заголдованного медвежонка. Осторожно с ноги дышнет. Голову пробить. Увидимся на земле. Смотрите. Понимаю. Смотрите на земле. Подписывайтесь на телеволюционные колдунья. Увидимся на телеволюционные колдунья. Для этого если она не претерывается? Очень, очень. Она успела голову спрятать в берегу, а папочка снова, а колдунья сразу заколдовала. Желающие могут смело подойти, похлопать по папочке, сводка отца. Она уже не кушается. Изверги взяли, заколдовали животное. Гринпис по вам плачет. Саша, ты подпишешь, пожалуйста. Давай, конечно. Все, спасибо. Вот у меня тоже пушка. Давай тебя насыплю. Думаешь, надо? Конечно, давай. Давай. Позируй. Да, отлично было. Время на расстоянии 800 метров 4 было. Вот перед вами я сказал. Это желтка ладуни шана. Так и называется. Смотрите, куда я свечу. Это камин шаны. Там она дает свои черные дела против фокетари красавицы. И никогда гуляет с подружкой по балкону. Вот, вот они уже сейчас. У нее есть подружка русалочка. А русалочка живет чуть дальше. Уйдите попозже. Сфоткайтесь и вперед. Я сам буду показать красиво, что понравится. Не понравится. Дальше пойдем. Олег, стой там. Там все-таки с кампатами ходили. Давай еще кампатами сделаем. Все, стой. По-офигенски все. Друзья, всем привет. Мы находимся в пещере. Где-то Ачимчира. Короче, Абхазия. Вот у меня новая спутница жизни. Молодая Ульяна. Как вам? Ставьте лайки. Для WhatsApp, для мамы. Мама, пожалуйста. Камень. Вот перед вами тут. Ой, камень. Ставь. Что? Пойдем. Контент, контент. Сзади без красавицы, он не получился. Абрескал, быстро, журтал, пошел. Сейчас она за злёс, что это дело, тоже заколдовало. Возле подойти руку в пасты, схваткаться, оно уже не подойдет. А кто хочет, он для нас их в зубы. Долго не держите, тот пустит. Идем, идем. Вода прям, прям. Можно найти место и поглубже, да, что не рассчитать. О, низковато. Так, так, можно, 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 контент, контент делаем. Так, внимание, ребята. С правой стороны вверху. Это семейство Сталагнитов, Сталагнитов и Сталагна. Сталагниты растут звером. Сталагниты здесь. Соль-я-и называется Сталагна. Вот, один из огромных Сталагна, это ухудшенького саморода. Привет, это слабая порода. Низвест, низвестник, соль и джинь. Все эти четыре породы вместе получается карст. У нас карст, у нас карстовая горизонтальная пещера. Она очень долго растет. Сто лет растет только 10 сантиметров. Я прошу вас, делом, не вносите, не царапать стенки. Строго запрещено. Вы можете выпить воды из Сталагнита, которая течет. Рот подставить и... Она кишки промывает в пусыр. Особенно в сосудовом обеду. Строго запрещено. Строго запрещено. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok 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 Чтобы из Белого не поверить, ребята, она очень вкусно готовила. Можете попробовать на вкус и сфоткаться. Смотрите, одна уже попробовала. Альтернативность. Лягушка царевля. Хотела бы долго передняться, что желающие могут около лягушки сфоткаться. Белаша. Давай, давай. Круто. Все, рот отрывай. Побежали, побежали. 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 Друзья, вот у нас есть возможность посмотреть размеры пещеры на примере человека. Это первая пещера, по которой можно лазить, уникальное место, нам экскурсовод все рассказывает про красивые всякие природные такие шедевры, мысли, яма. Клево, но это даже не яма, какая-то яма, это просто болотце. Где слева? Прям ямище? Нету тут ям. Да, отец, сейчас сделаю фоточку. Ну, видишь, он не дотягивает освещение. Ну, немножко видно, что это ты. Немножко, немножко. Интересно, а мы здесь дальше-то пройдем, нет? Прикольно, прикольно, не утони. А где яма? Не знаю, показалось. Ну, она глубже, чем сапог может оказаться. Давай, разгоняйся. На ровне с Крыловым находятся самые красивые залы этой пещеры. Зала просто. Скоро поднимемся. Посмотрим на эту часть. Вот сзади. Это хода молодой невестки. Когда девушка выходит за мной, покажет вас. Вот тут треть цегра. Вот сюда становятся молодые, холостые девушки и женщины, чтобы выйти за мной за свою любимую парню. Здесь таковы становятся с лишним зрением, будьте счастливы. Сюда становятся мальчики холостые, чтобы жалиться на свои любимые девочки. А этот треть цегра. Сюда становятся, кто хочет разводиться. Куда, куда, куда разводиться? Куда разводиться? Мне разводиться надо. Так, внимание, ребята. Перед вами с вами светлая невестка. Смотрите, как сделано. Вот у меня свечу внутри. Сюда заходила, простыл. А, не получилось. Последний. Сердце обнимал и крепко целовал. Отлично. Отлично. Пойдешь со мной обниматься? Давай, давай. Давай. Ты так классно пахнешь. Вот это видео. О, холодно. Что, тебе холодно? Трудно. Что, дальше идем? В раковине. Все, надо догонять. Срочно догоняем. А то прослушаем всю сказку и историю. Да ты смогла бы. Жалко, что у нас кавалеров немного. Все, догоняешь. Давай, давай, быстрей. Давай. Быстрей, быстрей. Ай, дядь, подожди, мы идем. О, вот здесь. Осторожно. Спасибо. Спасибо. Так, дядь, дядь, дядь. Ухо слона. Ухо слона. Она прилетела сама калатунья шана. Она служит и плодеет в парангах. У нас духи работают. Духовное обещание. Это хитрая ведрая. Здесь имеет комусообразный домик. Она тут живет. Сейчас она смотрит на нас через глазок. Но она знает. Нас много. Она нам ничего не сдывает. А у нее там у нее есть барышки с парагрузкой, коридорчик в дом. А пускай нельзя выбирать озор. Тут особый японский склад. Здесь особая красота. У них есть кухня, баня, спальня. Я все покажу. Можете аккуратно подняться, своткаться. Я вас там жду. Экскурс не будет продолжаться. Самые интересные черты. Только вон там хрюжочек и лески. А то вместе все пойдет на станет. Здравствуйте. Здравствуйте. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Так, включил фотовидео. Очень здорово. Здравствуйте. 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 h Так там еще дальше есть куда идти. Вот на фоне этого стола круто получится. Можно вас попросить? Сейчас как раз меня светит, а он уже освещенный, вообще круто будет. Так фонарик я свой выключаю, ты что-то загрустила? Благодарю, ты грустишь мне рукой-то, что я с тобой? Сейчас я хочу образ поменять, надо куртку вставать. Попрежимая левчика, а теперь давай путь. Последние левчика, а потом спеши, а потом спеши, а потом спеши. Я пойду походу. А теперь мы найдем здесь сюда. Ну отлично. Поближе, ребята, чтобы не было. Вот перед вами огромный славян, который вам говорил, вот здесь был прикован, обрыскал надолго жили. В легенде говорится, когда он хотел вырвать эту столбу, выжать. Сюда садилась дрессированный орел Каладона Шана, а он на зло орла опять загонял. Ребята, вот когда спустимся на пятачок, вы увидите орла, спальня обрыскала с красавицей и чайником, с которым чай пили. Самая красивая точка этого зала, это пещера. Подниматься сюда не будет, мы пойдем через круг. Да вот. Спускаемся, сфоткались и спускаемся к рот. Так, забежали пофотаться. Ну вот тут атмосферно. Тут круто. Вообще тут такие ямки. Огонь, еще пантера такая. Да. Здорово. Друзья, такое вот атмосферное место. Не передать всех объемов, всего. Так, Ульяна, осторожненько. Сейчас идем. Смотри, вот с этого не упади. Давай, давай, ручку. Спасибо. Так, сюда. Сюда еще подальше можно. Круто, что, вспышка готова. Я подбежал. Все, пойдет, это уже только фото. Я же как, как девчонка. Да, поднял. Есть контакт. Мы с вами прошли на расстоянии 800 метров 4 зала. С юмерами, с легендами, со своими историями. А теперь, ребята, спускаемся по лестнице. Дорога домой налево. Вот ждите там сердце и вместе пойдем. Налево ждите там, если не поставят там. Ах, это красота. Красотища? Да. Неописуемая. Вот нам природа подарила такую красивую пещеру. Ни один художник мира так не нарисует, как природа рисует. О, я тоже сфотографировал успел. Сфотографируй меня, пожалуйста. Вот, посмотрите, кто смотрел. На фоне вот этих. Красотых тут. А, вот он. Пальчик мешает твой. Там, куда ты? Может, много пальм взял? Слышки, наверное. Ребята, подождите там. Сейчас сфоткаются. Ты знаешь где? Не в пещере, а в ночном кусте. Так, осторожно. Опять же, эти лестницы. Вот, смотри, вон он. Орел, видишь? Вот, опять же. Вот был сейчас только что. Нет, не было фоточки. Сейчас была. Зависит, я скажу, когда был. Я так хочу пить, а, ты бы знал. Да, я бы если пил, я бы попил, конечно. Когда был мысом. Ом. Ом. У нас в пещере живет пещерный лысый ежик. Когда мы поднимались, он исчезнет. А когда мы ушли, она появилась. Посмотрите, она исчезнет. Видно? Да. Она в местной скалдуре слушает и балдеет хорангу. А рядом две колонки воркуют. Вот что я хотел показать. О, жаба что ли? Я видел животное какое-то здесь. Здесь? Да, жаба, по-моему. А вы еще в Мараконске были? Конечно. Там круче. Нет, там масштабнее. Там вот это зал, это маленький зал. Там вообще просто сто метров высота. Да. Там вообще не бить. Да. Да. глазки на DEAND Прες 1981 Адвadle Мы свое призвание не забудем Смех и радость вы просим и другим Вон дворцов заманчивые своды, никогда свободы, никогда свободы, никогда свободы. А уровень воды тут поднимается? Поднимается водой. Наверка? Весной, да? Если гора пойдет, она на меня возле, сразу поднимается. Весной, аж тут плавать, наверно, можно, да? Не пойму что, но что-то летит в сторону объектива, какие-то мелкие-мелкие кусочки, мелкие частички. Фиг, есть. Ой, это мой пар. И стоит едкий запах дыма. Потому что дядька, который проводит экскурс, он поднимается здесь. Виталий Тарасович! Ну вот, друзья, закончилась наша экскурсия. Огромная благодарность нашему дядьке-экскурсоводу. Забавный шутник. Рассказал нам легенду о большой любви. Рассказал, куда идти холостым, куда же надо. Сдаем сапожки. Такая вот трансформаторная у него будочка. Фонарик. Вот даже вход, посмотрите, какой козырный. Какая красотища. Туда аж уходит он. Аж не видать, куда именно. Вот. Все, друзья, с вас подпиской и лайк, чтобы мотивировать меня дальше. Все, пока. Ну все, выходим. Я еще хотел вот эту растительность сфотать. Посмотрите, какая растительность. Офигенски. Вот за нами пришла уже вторая группа. Мы уже прощаемся. Я немножко на камеру снять. Ну все, до свидания. До свидания. Виталий Тарасович. Всего доброго.